Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пластмассовый Енот. Простыми словами, о термобластер-автоматах и не только. Сегодня мы поговорим о потенциометрических линейках. Олег нам расскажет, как они устроены, где и для чего используются, как их правильно менять и калибровать. Сейчас мы вам покажем общий вид линейки, продемонстрируем. Вот линейка на примере марки Гефран, длина 110 мм. Данная линейка используется на термобластер-автоматах для отслеживания перемещений тех или иных узлов. Например, такие узлы, как узел смыкания, толкатель, шнек и иногда каретка. Как раз-таки в этих местах используется потенциометрическая линейка. Она представляет из себя вот такое устройство с подвижным штоком, с разъемами. На данную линейку приходит постоянное напряжение 10 вольт. Она работает как потенциометр. Приходит 10 вольт, а в зависимости от положения штока на контроллер обратно приходит от 0 до 10 вольт. Соответственно, контроллер термобластомата переводит их в миллиметры. В случае повреждения линейки механической или каких-то других замечаний данной линейку необходимо заменить. Сейчас мы вам продемонстрируем, как устроена эта линейка внутри. Вот эта сторона держится на двух болтах, которые мы откручиваем. И получается, вот оно устройство линейки внутри. Это два основных элемента. Дорожки и вот эти вот такие щупы. Они перемещаются по дорожкам и, соответственно, меняется сопротивление. И, соответственно, меняется напряжение, которое уходит в дальнейшем на контроль термобластомата. Основные замечания по работе линейки возникают, если происходит износ вот этих вот кончиков. То есть линейка начинает передавать нестабильное напряжение на контроллер. И из-за этого появляются замечания в работе контроллера. В таких случаях пробуют их или восстановить, немножечко подогнуть, что мало помогает. И в результате она начинает все равно сбоиться времени. Проще всего ее заменить. Сейчас я произведу обратную сборку. Собирается она аккуратно, с учетом того, что там усики, они очень хрупкие. Соответственно, закручиваются два болта. И вот она линейка. Вот эта линейка у нас отвечает за перемещение подвижной плиты. Вот чуть дальше линейка отвечает за перемещение толкателя. То есть они отслеживают положение толкателя и плиты и передают данные на контроллер. И контроллер в соответствии с этим работает в цикле или в полуавтомате. Третья линейка на данном тернопластомате установлена на узле впрыска. Вот она она. Она отслеживает положение шнека. Замена линейки производится в тех случаях, когда показания линейки прыгают и изменяются. И это не позволяет контроллеру корректно работать. И даже если мы произвели дефектовку и попробовали ее починить, все равно возникают проблемы в работе. В таких случаях производится замена линейки. Сейчас мы вам продемонстрируем, как поменять линейку на примере линейки толкателя. Вот она линейка толкателя. Вкратце, вот он шток крепится к плите толкателей. Линейка жестко зафиксирована. И с обратной стороны приходит разъем. Сначала мы отсоединяем шток от припиталкателей. Убираем стяжки. Откручиваем электрический разъем. Перед снятием линейки необходимо учитывать один момент, что после ее установки она должна установиться на свое же место. Потому что при смещении ее влево или вправо после установки возможны проблемы, и она может повредиться. Для этого мы отмечаем место ее установки. Теперь нам видно, до какой позиции она стояла у нас. Также необходимо отметить вот это свободное расстояние, на которое был выдвинут шток. В данном случае вот мы видим вот это расстояние. Откручиваем саму линейку. Можно достаточно просто ослабить и вытащить ее. Теперь мы производим съем линейки. Сборку производим в обратной последовательности, не забывая про те нюансы, о которых я вам говорил и которые я сейчас еще раз повторяю. Производим установку линейки на ее рабочее место. Не забываем о том, что мы заранее поставили риску, до какой позиции мы будем ее ставить. Фиксируем линейку. Далее закрепляем шток на плите толкания. Устанавливаем электрический разъем. После установки линейки по месту закрепляем стяжками лисящие провода. После установки линейки на термопластомат необходимо программно откалибровать эту линейку, чтобы при работе показывались правильные значения на всем промежутке передвижения и в крайних точках, в нулевой и в максимальной. Для этого мы включаем термопластомат. На данном контроллере необходимо ввести 16 уровень доступа для доступа к калибровкам. Заходим на страничку изменения пароля. F8, F7. Вводим пароль. Каждую цифру нажимаем с небольшой задержкой. Подтверждаем ввод пароля. F6. Вот 16 уровень доступа. Далее заходим на страничку калибровок. F3, F4, F2. Вот страничка калибровок. Вот нам необходима калибровка толкателя. Заводские настройки, которые здесь стоят, их трогать не рекомендуется. Они обычно всегда правильные. Включаем режим наладочный. Включаем электродвигатель. Далее открываем подвижную плиту до заданных текущих значений. Учитываем, что пресс-форма не должна быть установлена во время калибровки толкателя. Потому что толкатель в данный момент сейчас будет полностью выходить, полностью уходить. Далее на страничке калибровки наводим курсор на вот эту позицию и включаем единичку. Подтверждаем. И мы наблюдаем, как толкатели у нас вышли на полное расстояние. И сами ушли в нулевую точку. При этом произошла калибровка. Заходим на главную страничку. Наблюдаем, что в нуле у нас показания толкателя ноль. Что и должно быть. Выдвигаем толкатель на максимальное значение. Видим, что у нас на максимуме показывает 100 мм. То есть, ход и линейки на этом термоплавосстомате 100 мм. Ну и калибровка закончена. Также мы вам сейчас продемонстрируем, как производится калибровка подвижной плиты. Также заходим в меню калибровок. Устанавливаем курсор. Вот в это положение. Вставим единичку. И подвижная плита у нас полностью закрывается. Далее полностью открывается. В автоматическом режиме. Вот калибровка закончена. Вот сейчас у нас она полностью открыта. Показывает 420 мм. Это заводская настройка для этого термоплавосстомата. Далее мы можем проверить для себя. То, что у нас в нуле показывает ноль. На максимуме показывает 100. С вами был канал Пластмассовый Генот. И сегодня мы научились менять и калибровать линейки. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на нас. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok